Добрый вечер, Владимир Федорович! Мы встречаемся впервые. Да, но мы с вами земляки, вы знаете? Правда? Ну да. Тогда давайте начнем с вас. Вы в 2003 году были назначены первым российским главой миссии ОБСЕ в должности посла. Это так, нет? Да, да. До какого года вы работали на этой должности? И скажите, какое впечатление осталось у вас от Армении? Ну, в Армении я проработал без малого пять лет. Ну, четыре года полных с 2003 года по 2007. Вообще-то я должен был уехать на месяц раньше, но меня попросили остаться, потому что как раз должны были быть выборы, у которых ОБСЕ было задействовано. Но что касается впечатлений от Армении, то, конечно же, самые-самые теплые, самые лучшие, самые дружеские воспоминания. И, ну, просто для меня это практически, в общем-то, Кавказ для меня вообще родная страна, Армения в нем, так сказать, одна из да и лучших точек. Вы награждены медалью Иван Баграмян. Правильно говорю? Да. Когда это было? Иван Христофорович Баграмян. Это было, дай бог памяти, в 2006 году. В Министерстве обороны нам вручили эти медали за осуществление проекта утилизации компонентов ракетных топлив типа «Меланжа». Надо сказать, что это тогда была козырная карта ОБСЕ. Когда я в 2005 году приехал в Брюссель на совещание министров иностранных дел ОБСЕ, там была большая выставка достижения ОБСЕ. Эта выставка открывалась огромным панно фотографий нашего аппарата по перегонке ракетных топлив в Калтахчи, в западной Армении, недалеко от Гемри Спитака. Да, да, я знаю. Да. Это был грандиозный проект, конечно, по тем временам и очень полезный, но самое главное было его идеологическое значение. Понимаете, нам удалось тогда создать вот этот вот микроэлемент того, что должно быть в мире. Такой глобальный международный консорциум из представителей самых разных стран. У нас был грузинский проект, армянский руководитель, немецкие инженеры, причем и западные, и из восточной Германии. Один полковник, другой майор. Был один араб. Вы видите, какие времена были тогда. Да, и мы работали над решением глобальной проблемы в микромасштабе, над улучшением экологической среды в Республике Армения. Вы разрешите, я скажу буквально две минуты, оторву. Этому предшествовала большая идеологическая подготовка, потому что я сдружился тогда с нашим послом российским, Анатолием Матвеевичем Дрюковым, к большому сожалению, скорби, он ушел из жизни 12 марта. И с американским послом Джоном Эвансом, которым у меня дружеские связи еще были с Веной. И вот тогда мы собрались и под моей эгидой, под эгидой АБСЕ заключили полушуточную доктрину Дрюкова-Эванса, в котором было написано, что США и Россия никогда не будут считать Армению ареной противоборства, но всегда платформой сотрудничества. Это все сопровождалось большой фотографией, которую Флора Нашкарян поместила на странице «Голоса Армении». Это было очень здорово, потому что, хотя документ был полушуточный, но он действовал реально. Действовал. Да. Не сравнить с нынешними временами. Вы знаете, да, времена не сравнить, но я думаю, что мы как раз с Джоном переписываемся иногда, и мы считаем, что дело не пропало даром. Его помнят в Армении. Мы вернемся, если мы хотим выжить. Ну, понятно. Владимир Федорович, на что я обратил внимание, это, по-моему, самое главное. Вы являетесь почетным гражданином армянского Марза Сюник. Да, я был удостоен такой чести, была церемония, и Марза Пет, Сюрен Хачатриан, значит, вручил мне соответствующие регалии. И да, я был очень горд этим, потому что не могу сказать, что мы сделали очень много, но мы старались, и как раз Марс Сюник был в нашей деятельности приоритетным. То есть вы еще тогда знали, какую важную роль Сюник занимает в геополитике Южного Кавказа. И что сейчас творится вокруг Сюника? Он занимал очень большую роль Сюник, и есть Сюник. Там есть пословица еще, что на земле Сюника меньше камней, чем костей воинов, пролитых в битвах за него. Так что, а для меня это было особенно важно, потому что в Сюнике мы спустились к Мегри, и я сумел опустить ноги в воды Аракса, на берегах которого родился. Так что для меня это было лично большое впечатление. Да. Вы в свое время сказали, что технологическая революция зарождалась в 70-е на берегу озера Сиван. И назвали фамилию астрофизика Виктора Амбарцумиана. Вы сейчас так думаете? Да, безусловно. Единственное, что с небольшой поправкой, что не научно-технический прогресс, а понимание тех угроз, которые таит в себе научно-технический прогресс. И вот эта вот самая NBIC-конвергенция, вот это слияние наук, информатизация и появление искусственного интеллекта и все остальное, что с этим связано. Потому что тогда вот как раз Виктор Мазаспович вместе с Иосифом Самуиловичем Шкловским, они провели уникальное мероприятие в бюрократской лаборатории, собрав ученых Советского Союза и Соединенных Штатов Америки для изучения проблемы, которые казалось бы никакого отношения к сегодняшнему дню не имеют. Это возможность контакта с внеземными цивилизациями. И тогда там была воспроизведена знаменитая формула Фермии о том, что мы не можем с ними контактить, потому что у нас нет соответствующих технических средств. А они, те наши братья по разуму, которые есть в космосе, они когда достигают таких способностей, они погибают вследствие научно-технического прогресса. Это, казалось бы, такая печальная истина, но Иосиф Самуилович признал ее реальной, даже просчитал там какие-то, сделал выкладки. Это было очень интересно. И это нас надоумило на то, что действительно научно-технический прогресс это не только комфорт и благо, это еще угрозы, о которых недавно совершенно рассказал. Вы, наверное, слыхали об этом. Знаменитый Илон Маск. И возняк, да. О том, что нужно срочно затормозить эти исследования, потому что мы создадим монстра, который уничтожит человечество. То есть вы разделяете их опасения, да? Да. И когда я приехал в Армению, с подачи, кстати говоря, моего дорогих учителей, Эдуарда Александровича Баграмова и Гамлета Тимировича Тавадова, профессоров в Москве. Я, кстати, приглашал Эдуарда Александровича в Ереван. У меня тогда были деньги, я был главой офиса. Говорю, Эдуард, приезжайте там первый класс туда-опратно. Не могу, говорит. Но вы, говорит, вот посмотрите наследие Виктора Амазасповича. И я поехал в Бюрокан. Мы провели там мероприятие по глобальным вызовам. Я побывал в памятном кабинете Виктора Амазасповича. Потом увековещал эту фотографию в своей книге, посвященной как раз новым вызовам. Вот тут вот я могу даже вам показать. Есть этот кабинет. Я могу вам послать даже. И в своей книжке. И мы провели там мероприятие, по итогам которого была издана вот такая вот большая монография, в которой содержалось изложение понимания всех глобальных вызовов человечества. И, в общем-то, обозначены выходные ситуации. Потому что мы не останавливались на пессимистических оценках, но давали и оптимистические прогнозы, которые есть.